В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая подозревается в мошенничествах с помощью сайтов бесплатных объявлений. По уголовному делу проходит 7 человек. Их обвиняют в совершении 10 фактов мошенничества на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Так называемый интернет-магазин был организован выходцем из стран ближнего зарубежья. Его деятельность была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с мошенничествами МВД Чувашии. Вывески здесь не было, как и товаров. Арендованная квартира скорее напоминала колл-центр, где звучали пустые обещания и продавались несуществующие автомобильные запчасти. Размещали ложные рекламные объявления с указанием номера телефонов, предложение на приобретение бывших предприятий автозапчастей. Соответственно, ассортимент указывался очень большой, и цена, соответственно, по сравнению с другими продавцами была приемлемая. В моей обязанности уходило обзванивать клиентам, которые хотели купить автозапчасти. Дальше что? Мне надо было им обзванивать, предлагать запчасти. По уголовному делу проходит 7 человек. Им обвиняют в совершении 10 фактов мошенничества на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. На время предварительного следствия в отношении 6 граждан ближнего зарубежья и одного жителя России была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роли в группе были строго распределены. При совершении преступлений отчастники группы использовали банковские карты и сим-карты за телефоны, которые зарегистрированы на лиц, в основном в безоправедном месте жительства. То есть ты осознавал, что ты занимаешься мошенническим убийством? Ну, теперь уже, да. А до этого? До этого не особо осознавал. Думал, игрушки и все. При задержании были обнаружены и изъяты банковские карты, телефоны и компьютеры. Сейчас все они приобщены к материалам уголовного дела, которое было передано в суд. Точное количество пострадавших может быть больше. Звонки с колл-центра, скорее всего, совершались по всей России. Поэтому правоохранители в очередной раз призывают граждан быть внимательными при совершении покупок в интернете. За низкими ценами и заманчивыми предложениями могут скрываться аферисты.